В первую очередь хочу заслушать ответственного дежурного по городу Краснодару на выходные дни. Елена Вячеславовна Тимошенко, прошу вас, доложите ситуацию. Доброе утро, Евгений Михайлович, уважаемый Вера Федоровна, уважаемые коллеги. В целом, выходные на территории муниципального образования города Краснодар прошли достаточно спокойно. Зафиксировано 13 пожаров. В основном это открытое горение на пустырях, брошенного мусором. В результате неосторожного обращения с огнем. Однако, к сожалению, не обошлось без жертв. Один погибший в ночь с пятницы на субботу. По предварительной версии, в результате несоблюдения правил пожарной безопасности в домовладении по улице Кузнечные ряды 45 в Центральном округе погиб мужчина 74 года рождения. Еще один пожар в жилом доме у нас произошел по улице Седина, 32А. В Центральном округе в ночь на воскресенье в результате короткого замыкания произошло возгорание кровли и фасада 4 квадратных метра. Быстро потушили пожар. Дом в управлении ГУК обещает в течение двух дней восстановить, завершить восстановительные работы. В воскресенье от пожаров у нас пострадали три автомобиля. Два по предварительной версии поджег, это на Дзержинского и Симферопольской. И один автомобиль на Мачуге возгорания грузовой газели произошло в результате неисправности газобаллонного оборудования. Там была в сетях информация, что не смогла пожарная подъехать из-за припаркованных автомобилей. Тушение осуществляли в ручном режиме, развернутым гидрантом. Пострадавших нет. По чрезвычайным происшествиям особую благодарность хотелось бы выразить специалистам службы спасения, которые в воскресенье проводили операцию по подъему легкового автомобиля, который чуть не свалился на железнодорожное полотно в районе Ростовского шоссе и Зиповское. Подняли, достали, отбуксировали на парковку. Большая просьба гражданам, конечно, не садиться в состоянии алкогольного опьянения за руль. Об отключениях. Были незначительные отключения электроэнергии в разных районах. У нас был центральный округ, 11 трансформаторных подстанций обесточены, 91 многоквартирный дом, 26 индивидуальных жилых домов. В течение часа электроснабжение было восстановлено. И два отключения в Прикубанском округе, это Славинский микрорайон и район улицы Петра Метальникова. Также в течение получаса и часа восстановлена подача электроснабжения. ДТП. Всего 124 дорожно-транспортных происшествия, 6 человек пострадали, 1 ребенок. И, к сожалению, 1 человек погиб. У нас со смертельным итогом ДТП по Милютинской. Легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовой, пассажир скончался, водителя и двух пассажиров доставили в БСМП и в Краевую клиническую больницу. Два ДТП с участием мотоциклистов. Один несовершеннолетний врезался на скутере в стоящий легковой автомобиль, пострадал, доставлен в БСМП. О санитарном состоянии. В целом санитарное состояние территории города в прошедшие выходные следует признать удовлетворительным. По результатам проведенного объезда были выявлены незначительные недостатки, которые оперативно устранялись дежурными внутригородских округов Департамента городского хозяйства. На территории города было проведено 16 ярмарок выходного дня, в том числе у нас две новые ярмарки. Мероприятия пользовались успехом у жителей. Количество участников достигло 840 человек. Это личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства Краснодарского края. Управлением торговли и бытового обслуживания совместно с администрацией внутригородских округов проводилась работа по пресечению несанкционированной торговли. Составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. В местах проведения ярмарочных мероприятий и рынков проводился контроль за санитарным состоянием, а также за выполнением предписаний Роспотребнадзора в части недопущения распространения коронавирусной инфекции. Необходимо отметить, что если санитарное состояние мест торговли поддерживается на достаточном уровне, то противоэпидемические мероприятия соблюдаются далеко не всегда. Отмечены ряд нарушений масочного режима, в том числе как полное отсутствие масок, так и формальное их ношение, отсутствие перчаток, несоблюдение социальной дистанции. В связи с чем хотелось бы дополнительно обратить внимание ответственных лиц на необходимость усиления контроля в этой части, поскольку рынки, ярмарки у нас традиционно места притяжения лиц пожилого возраста, входящих в группу повышенного риска. В целом доклад окончен. Благодарю за внимание. Коллеги, у вас какие-то вопросы есть по докладу? Замечания за выходные? Все мы ездим по городу, смотрим за текущей ситуацией. Нет?